Культ, 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 культ. В Кирове 12 часов и 5 минут. Добрый день. Это на самом деле программа КультПоход, которая выходит по пятницам именно в это время. И ближайшие полчаса с небольшим вы им проведете в первую очередь в компании ведущих передачи Светлана Дождевых и Владимира Сметанин. Представим, конечно же, сейчас наших гостей, но надо сказать, я думаю, для начала, что сегодня очень такой интересный, примечательный день. Сегодня и Старый Новый Год, и День Российской Печати, и Международный День Общественного Радиовещания. Поздравляю, Владимир. Любопытная дата есть, да. А еще, вдобавок к всему, еще и пятница 13-я. Так что, то, что хочешь, то я отмечаю, да. Очень большой, богатый выбор. И сегодня у нас замечательные гости. Сегодня мы будем говорить о теме театра. Темы, на самом деле, у нас две. И сейчас, собственно, представим наших гостей и начнем нашу беседу. В студии у нас гости из Театра Наспаска. Это Юлия Нышай, это Зафлит Театра Наспаска и режиссер Наталья Красильникова. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Со Старым Новым Годом. И вас. Да. Ну, мы определились уже, да, что мы будем говорить о лаборатории, избранной в Театре Наспаской, и о первой премьере нового 2023 года под названием «Вятские сказки». Премьера пока еще не определена. Да? Дата премьеры. Дата премьеры, да. Пока еще не определена. В конце февраля это все будет. И возрастное ограничение. У лаборатории сразу назовем. 12+. И у «Вятских сказок» 6+. Чтобы от нас все отстали. Да, вот, чтобы мы сразу выполнили свои миссии. И говорили о самом интересном. Итак, давайте с «Вятских сказок» начнем. Наталья, пожалуйста. Что это такое? Как это все рождалось? Как появлялось? В сентябре в городе Кирове проходил фестиваль «Механика памяти», на котором был конкурс драматургов, и они писали пьесы на вятском материале про вятку, про вятских жителей, про истории, связанные с вяткой. Дальше жюри отобрали какое-то количество пьес. И из этих пьес, из некоторых делались эскизы. И вот мне была поручена пьеса под названием «Вятские сказки». Автор является Денис Орлов, ученик Николая Калиды. И мы с артистами театра «Наспаской» сделали этот эскиз, прочитали его в ботаническом саду в холодный дождливый сентябрьский вечер в шатре. И этот эскиз, как мне кажется, прошел достаточно бодро и сказочно, и динамично. Я так понимаю, он понравился Николаю Калиде. Но вы скромны сейчас, скромничайте. Да, скромничайте, скромничайте. Понравился, мягко говоря. И результатом этого всего стало то, что, во-первых, эта пьеса, она была одним из победителей этого фестиваля конкурсного. А во-вторых, вот сейчас мы решили в нашем театре «Наспаской» на малой сцене сделать уже спектакль под названием «Вятские сказки» по этой самой пьесе. Уже приступили к репетициям? Сегодня была первая. Персонажи, действующие лица. О чем это вообще? Можем хотя бы приоткрыть эту завесу? Да, это действительно «Вятские сказки» с такими самыми узнаваемыми русскими и вятскими героями. Там есть и Кикимора, и Домовые, и Солдаты, и Прекрасные Царевны. И, в общем, все, как положено в сказках, в русских. Купцова дочка, Марьюшка, Иван Дурак, Толстый Бес. То есть все герои, которые положены быть в русской сказке и вятской сказке, все они там будут. А почему именно «Вятская» вынесенного названия? Я так думаю, что автор все-таки был знаком с вятскими сказками. Мы сейчас, уже забегая на репетицию, у нас занята в нашем спектакле замечательная актриса, наша заслуженная Татьяна Дмитриевна Махнёва, которая уроженка вятской нашей области, Кировской области. И даже она уроженка тех самых мурашей, которые встречаются вот в этой пьесе. Там начало бабушка, рассказчица рассказ про мураши. Так вот, Татьяна Дмитриевна родилась в мурашах, и мы с ней договорились, что вот на основе ее, значит, мурашинских сказок-прибауток мы будем строить нашу историю, чтобы это действительно было вот про нас, про вятку. Другое дело, насколько вятские сказки отличаются от нижегородских сказок, например, мне кажется, не так сильно, потому что одни и те же сюжеты, они встречаются в каждой области, в каждом городе, в каждой деревне. Будете ли использовать вятский говор? Сейчас вышла книга «Вятский говор», где встречаются интересные слова, которые бытуют у нас в области. Вот, может быть, в пьесу они... Или не будем отходить от пьесы, да, от того текста, который был создан автором? Хороший вопрос. Мы об этом пока только начали думать. Я думаю, что, конечно, в основе будет текст автора, но мы можем позволять себе, так скажем, всяческие дополнения. Художественные украшения. Да, и дополнительные средства художественной выразительности. Потому что я знаю, что автор пьесы, насколько мне известно, он из Нижнего Новгорода. Да, ученик Николая Калиды, да, и вот интересно, что он... Как он... Насколько он знакомился, да, с нашей вятской культурой. Вот. Это очень все интересно будет увидеть. Все эти персонажи... Интересный вопрос. Эти персонажи, которые из разных сказок, они вплетены в единую сюжетную линию? Или это как-то... Или прям по блокам как-то разбито все? По блокам разбито. Там три сказки вплетены в единую сюжетную линию. А вот какая у нас будет сюжетная линия, которую мы придумали, кстати, вместе с прекрасным художником этого спектакля. Я хочу сказать, что художник Ольга Павлович из Санкт-Петербурга... И пока не буду раскрывать, что за линия сюжетная. Но сегодня вот, когда мы с артистами стали о ней говорить, мне кажется, что это будет интересно и родителям, и детям, которых мы будем ждать на этом спектакле. Так что сюжетная линия есть, в нее вплетены три сказки. А какая, расскажем потом. Что тем самым хотите донести-то молодому поколению? Поучительные сказки. В чем соль? Посмотрев ребенок, что он должен понять, осознать. Я думаю, что прежде всего ребенок, когда придет в театр, должен задуматься. Получить радость от встречи с театром. Удовольствие. Да, я вспоминаю отзыв Николая Калиды. Он как раз был после премьеры, после просмотра эскиза, был у нас в студии. И он сказал, что он так не смеялся очень давно. Ему было очень смешно. Я думаю, что вот за этим самым главным... Владимир Владимирович, по-моему, не пояснил тогда, на чем он именно смеялся? Нет, он говорил про вятские сказки и настаивал на том, что все, берите этот материал, берите и ставьте в театре. Я это очень хорошо запомнила. Отзыв у него, да, действительно. Он и после самой читки остался в таком восторге. И в том числе во многом, мне кажется, благодаря тому актерскому обаянию, с каким был сделан этот эскиз. В артистов он просто влюбился и столько комплиментов им говорил после эскиза. Это было действительно... Ну, как бы с большой просто фантазией Наталья сделала эскиз. Там действительно очень много такой хорошей, такой заразительной, дерзкой актерской энергии, энергетики в этот эскиз. Именно этот драйв, мне кажется, он во многом подкупил и Николая Владимировича. Он сказал, что ставьте, ставьте. Будем ли раскрывать секрет, что этот эскиз можно посмотреть? Да, ну это никакой не секрет. Вдруг вы решили перед премьерой не показывать. Нет, это же как бы тема, условно говоря, спойлеров. Если бы мы были Джоан Роулинг и выпускали там седьмую часть Гарри Поттера, то, наверное, бы да. Но как бы эскиз, он лежит в группе «Механика памяти». Там можно посмотреть. Пьесу, более того, можно почитать. Там же на сайте и прочитали. Да, да, то есть это как бы... Ну, порекомендуем, если еще кто-то сомневается, посмотрите. Запись этого эскиза действительно выложена в группе ВКонтакте проекта «Механика памяти». Можно сравнить по духу, по содержанию, по атмосфере с тем, что уже было в театре на Спасской? Или это совершенно новый какой-то уровень? Наталья, в чем особенности? Ключевые вам видятся именно вецких сказок? Ну, не вецких сказок, а скорее этого спектакля. Ну, во-первых, прием, конечно, не новый, когда все артисты, все вместе рассказывают какую-то общую ужасно интересную историю. И самое главное, это ужасно страшная история. Да? Конечно. Что такое вятские сказки? Там же есть достаточно страшные персонажи. Они, конечно, милые, но, в общем, вполне себе такие обаятельные, но страшные. Поэтому это, в общем, я даже скажу, что это страшные сказки. И артисты, рассказывая эти страшные сказки, получали тогда, вот я почему говорю, холодный сентябрьский вечер, шатер, дождь, ботанический сад, ночь. Шаги. Да, шаги. Они получали от этого удовольствие и тем самым заразили этим своим удовольствием зрителей. Я думаю, что вот это удовольствие о рассказывании страшных сказок, наверное, такого еще не было. Во всяком случае, я не помню. Но, видимо, для костюмеров тоже, да, большая работа, чтобы придумать вот эти образы, образы яркие. На самом деле, если посмотреть видеозапись, там можно увидеть, что костюмы были, по крайней мере, в эскизе весьма и весьма условные. Потому что, ну, как бы, условная там худи-толстовка и образ черта. Ну, то есть, все это рождается, дело не в костюме, как бы, потому что характер, он внутри персонажа рождается, и костюм может помочь или не помочь, тем более сегодня. Ну, то есть, как сказать, сказок ставят много. Все театры, которые для детей, сказки — это как основной хлеб, да, театров. Как рассказать, как сделать, даже мы на примере мультиков можем, да, сегодня смотреть. То есть, если Аленушка там, да, то она блогер, она там инстаграмщица и так далее, и так далее, да. То есть, нам очень важно, чтобы дети все-таки узнавали, ну, какие-то черты современности, да. Потому что, если им рассказывать про непонятных каких-то абсолютно неблизких им персонажей, которых они не знают, и говорят, что вот это хорошо, да, так любовь не получится, так люди не зацепят, конечно, поэтому должен быть какой-то, ну, элемент, и он тоже не в костюмах. Я думаю, что премьера будет иметь большой успех, да, и даже в школьной программе многие учителя захотят, наверное, рассмотреть это как один из обучающих элементов — сходить на вятские сказки. Помню, когда-то в Театре на Спаске была постановка «Мифы Древней Греции», и вот все преподаватели водили, и я думаю, что вятские сказки войдут тоже в какой-то такой формат обучения. В общем, следите за новостями, да, Театра на Спаске, когда будет премьера. 6+, это у нас же, как бы, градация такая 6+, а дальше 12+. Так вот, 6+, это то, что мы обязаны по закону сообщать, а рекомендовано для детей от 10 лет, то есть чуть постарше. Вот, поэтому это как раз вот на тех взрослеющих ребят, которым еще интересно и любят сказки, вот, но как бы до подростковых спектаклей они еще чуть-чуть не доросли. Еще верят в Деда Мороза, но уже начинают догадываться, что там, скорее всего, папа его роль исполнит. Вот для них как раз. Хорошо, замечательно. Да, напоминаем, что у нас в гостях Наталья Красильникова, режиссер Театра на Спаске, Юлия Ионушейта, Завлица, Театра на Спаске, и мы переходим к нашей второй теме, да, еще к этому большому событию, которое ожидается в театре в первых числах буквально февраля. Это лаборатория избранная, о которой мы тоже, кстати, уже говорили, потому что первый этап прошел еще осенью прошлого года, да. Вот давайте продолжим, актуализируем, что называется. Действительно, история эта началась осенью, как бы подготовка. Мы объявили открытый конкурс, и это одно из тех изменений, которые произошли с этим проектом. Вообще четвертый раз мы проводим эту лабораторию избранная, изначально она была придумана нашим бывшим главным режиссером Егором Чернышевым, чтобы обновлять наш репертуар, чтобы выбирать материал. Она традиционно проходила осенью, и в этом году мы немного изменили формат, придумали вот этот открытый режиссерский конкурс, на который прислали заявки больше 60... Сколько заявок, да? У меня в памяти 60, чем-то там осталось в памяти. То есть у нас три участника, 65 заявок, то есть конкурс больше 20 человек на место был. Это, конечно, было очень приятно, что такое большое количество заявок. Из них выбрали в итоге трех участников, трех режиссеров, которые уже буквально через три недели приедут в Киров и начнут работать с артистами. И если раньше это в предыдущие три лаборатории мы брали девять пьес, и в основном это наши режиссеры делали читки, и из девяти пьес выбирали одну для постановки, то в этот раз будет три полноценных эскиза, и одна из них тоже будет выбрана, да, и войдет в репертуар театра в течение этого года. То есть полноценный эскиз — это не просто читка, это прям вот... Да, то есть можно будет купить билет, прийти, и в течение какого-то времени полностью смотреть этот эскиз. То есть у нас на самом деле и на читке продавались билеты, то есть дело тут как бы не в билетах. Читка, она все-таки подразумевает одну, две, максимум, наверное, три репетиции, и это знакомство зрителей с материалом в первую очередь. То есть когда мы читали пьесы, нам было важно посмотреть, насколько этот текст откликается в сегодняшнем времени. Как зрители, насколько им цепляет, не цепляет, насколько это совпадает с нашим моментом сегодняшним. Потому что и мы брали... у нас был 17-й век, 19-й, 20-й, редкие киносценарии. И, скажем, из тех девяти текстов, с которыми мы знакомили зрителей, большинство было широкой публике неизвестно. Поэтому даже познакомиться с героем, с сюжетом, это была основная задача. А сейчас, так как у нас задана сквозная тема лаборатории, школьная классика в этом году, то все тексты, они известны. И здесь мы уже будем смотреть на режиссерское решение. Ну давайте озвучим все-таки режиссеров. Да, вот наивный вопрос, я думаю, что тоже как раз связан с режиссерами. Заявки, 66-65 заявок, а как режиссера выбирать? То есть какие-то видеофрагменты, я говорю, это очень наивный вопрос. Режиссер пишет экспликацию, то есть он рассказывает на бумаге свой замысел, как он это видит, как он планирует это поставить, в каком пространстве, с какими, каких героев он может взять. То есть он свой замысел излагает на бумаге, иногда прикладывается фотографии, иногда рисунки, ну, в зависимости, нет каких-то правил. И вот эти замыслы мы и смотрели, и по этим замыслам мы отбирали. Итак, тройка победителей. Александр Баркар, Горе от ума по Грибоедову, Кирилл Забарихин, Последние дни Базарова, Тургенев, разумеется, и Яна Селезнева, записки юного врача Булгаков. Интересная подборка, надо сказать. Мы, когда, на самом деле, у нас был сформирован сначала лонглист, потом шортлист, и вся та команда, которая работала над отбором победителей вот этого заочного этапа, не было такой задачи. Но когда этот пазл сложился, мы поняли, что, в общем, они, на самом деле, понятно, разные сюжеты, разные герои, но они ужасно похожи, потому что герои примерно одного возраста, да, то есть если у Булгакова записки юного врача, это только-только окончивший мединститут молодой человек, или Базаров, который еще продолжает учиться, да, и Чацкий, соответственно, ну, как бы им всем 20 с небольшим, и все пытаются найти свой путь в жизни, свое какое-то предназначение. И мы понимаем, что в чем-то вот эта сквозная тема, она похожа, эти материалы при всей разнице какой-то, да, при том, что и написано не с огромным временным разрывом, но, как бы, мы видим вот эту главную фигуру главного героя с его какими-то метаниями, с трагическим или нетрагическим финалом, но... То есть вы уверяете, что это так невольно, нечаянно получилось, да? Совершенно случайно, действительно. И мы когда... так, 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 то есть это вот... И сложилось это все. Ну, будет-то выбран только один спектакль потом для постановки. На самом деле у нас в положении написано как минимум один. А-а-а! То есть будет зависеть от того, насколько нам понравятся эти эскизы. Ну, конечно, нас никто не ограничивает, и если это будут три гениальных эскиза, почему не сделать три грандиозных спектакля? Ну, как бы, нам ничего не мешает. Наш город только выиграет от этого. Да, да, да. Вот, но один мы должны выбрать обязательно. Вот. И, например, у нас уже было с одной из предыдущих лабораторий, когда мы взяли два... два... две пьесы в работу. История одного преступления, черепа с Канамарой, вышли из одной лаборатории. Мы взяли и тот, и тот материал. Поэтому это рабочий инструмент театра, вот эта лаборатория, да? С одной стороны, мы немножко зрителям приоткрываем кухню, да? Как проходит репетиционный процесс, как артисты соприкасаются с этим материалом, как нащупывают образ, да? Потому что все-таки есть огромная эволюция между читкой, эскизом и премьерой. И зритель, который приходит сначала на читку, ему всегда бывает очень здорово увидеть премьеру. Он уже видит этот путь, да? Эту разницу между первоначальным каким-то толчком, замыслом, первыми шагами и тем, что... С какая работа проделана, да? Да, да, да. Вот. То есть, с одной стороны, мы немножко... Это такой способ общения со зрителями, да? Когда мы какие-то театральную кухню приоткрываем. А с другой стороны, это, в первую очередь, наш рабочий инструмент выбора репертуара, поэтому... Зрители, посмотревшие эскизы, потом смогут принять еще участие и в дискуссии, да, ведь? Конечно, и в дискуссии, и в голосовании. Оценку свою, да, высказать свое мнение. То есть, у нас на двух лабораториях мы проводим две лаборатории. Это вот избранный разбор вещей, на которую приглашаются драматурги и режиссеры. И на той, и на той лаборатории проходит зрительское голосование. Мы всегда предупреждаем, то есть, не итоги этого голосования определяют результат. То есть, мы не играем в поддавки и не говорим, что мы отдаем... То есть, попадет, не попадет, да? И мы его будем учитывать, как бы, выбирая, вынося свое какое-то решение. А как голосование проходит? Стоит ящик. То есть, тайный? Прозрачный. Ну, тайный, да. Подпись мы... Да, да, да. Да, нет. Да. То есть, кто больше наберет? Точно не через госуслуги. Авторизация не требуется. Там самое, как бы, бумажки да и нет. Крестик и кружочек опускаем. И мы считаем простым подсчетом голосов. У кого больше, соответственно, тот и лидирует. О кураторах лаборатории давайте поговорим. Тоже ведь известные люди. Да. Кураторами в этом году мы пригласили Павла Руднева, театрального критика, одного из ведущих театральных критиков России, и Екатерину Рябову, историка театра, кандидата искусствоведения, театрального критика. И вдвоем они будут ввести обсуждение после каждого эскиза, говорить зрителям о том, чем им кажется, удался эскиз, не удался, как этот материал отзывается в сегодняшнем дне, и, соответственно, предлагать зрителям высказать свое мнение. Я считаю, что это великолепная возможность, во-первых, самому оценить спектакль, а потом еще услышать мнение профессионала, причем профессионала самого высочайшего уровня, и сравнить, насколько я, может быть, чувствую этот спектакль, и как это оценивают профессионалы. Это чудесная задумка и формат, вот этот, мне кажется, очень... Он очень нравится, да, зрителям, которые приходят на... Понятно просто, что каждая лаборатория имеет своего постоянного зрителя, и очень часто мы видим наших постоянных зрителей, которые приходят на все наши проекты, на лекции, на лестницы, на такие обсуждения, и действительно они очень ценят этот формат, потому что это возможность сверить часы, действительно, свои ощущения. Ну и плюс, настолько у нас каждый год мы привозим разных критиков, разных лекторов, и слушать их — это огромное удовольствие не только для зрителей, но и для артистов театра, для нас. Мы просто иногда, нам кажется, готовы часами их слушать, потому что у них все-таки своя профессиональная оптика, и настолько классно получить какой-то дополнительный багаж знаний, потому что наше представление о том или ином литературном произведении — это наше впечатление, да, они все-таки могут погрузить и в историю постановок, и какой-то новый ракурс дать. Абсолютно точно. Так как работаю со студентами, знаю, когда они ходят на спектакль, они потом всегда очень ждут мнения преподавателей или мнения профессионала, потому что еще сами не совсем уверены, особенно если постановка спорная или какая-то экспериментальная, и они всегда «Ну скажите нам, как это все правильно оценить?» То есть я еще раз поддерживаю вот этот формат, и надеюсь, что он будет учить. И буду рекомендовать обязательно своим студентам. У меня сейчас просто такая вот эта вот подлая мыслишка зрения. Ну, вон, я все распаливаю. Да, я просто поставил себя на место школьника, да, и вот если, например, «Горе от ума» победит, и вот встанет вопрос, читать или пойти посмотреть спектакль, да, вот этот извечный, чтобы время сэкономить. Там, я читала вот «Замысел», да, спектакля, там не поможет. Не поможет абсолютно, да. С классическим произведением все равно нужно знакомиться, да. Нет, режиссеры отталкиваются от текста и все-таки предлагают свое какое-то видение. И когда мы выбирали, нам был важен именно какой-то оригинальный авторский, режиссерский посыл и взгляд, потому что, ну, как бы, хотя среди тех заявок было огромное количество хореографических постановок. Были предложены какие-то кукольные решения, еще что-то. Много интересных было, да. Но не формат немножко, да, как принято говорить? Да, то есть у нас все-таки мы представляем себе спектакль, как результат лаборатории, спектакль на большой сцене для определенной аудитории. И поэтому мы понимаем, что, ну, там... Камерный формат, например, просто... Да, да, да. Вот. И вот те заявки, которые выиграли, там, конечно, очень яркий взгляд. И свое решение, например, даже по названию «Последние дни Базарова», мы понимаем, что Кирилл планирует рассказать нам эту историю не линейно, не так, как она написана у Тургенева. И поэтому, ну, говорить о том, что можно не читать или, там, заменить посещение театра чтением, это, конечно, ну, не тот случай. Уже успели познакомиться с этими режиссерами? Еще нет. А, вообще еще не заочно, да. Заочно, да, да. Так, чтобы вот в глаза друг другу посмотреть, еще не было такого. Нет, они нам прислали свои фотографии для анонсов. Мы общаемся в Телеграме, потому что... Когда они приедут, Киров? Они приедут, скорее всего, 1 февраля, потому что 2-го они должны уже выйти на площадку и приступить к репетициям. А, прям так. У них будет всего... И всего за неделю. Да, да. Строго-строго прям. Это хватит, вот, Наталья, как у режиссера спрашивала? Ну, это обычное время для такого лаборатории. Для такого формата лабораторного, 5 дней, это обычное время. Кстати, из каких городов-то они, мы не сказали, они... Я что-то не помню, эту информацию озвучил. Яна из Воронежа. Из Воронежа. Кирилл сейчас в Пензе работает. Кирилл Забарихин. Забарихин, да. По-моему, главный режиссер или очередной режиссер в Пензенском театре драмы. И Александр Баркар, он сейчас работает в Москве. То есть просто что-то вот мне подсказывало, что люди-то, они, собственно, профессионалы, они загружены, работают в театрах, где-то в профессиональной сфере. Так, мы напоминаем, что мы сегодня говорим с представителями театра «На Спаской». Говорим вот сейчас о проекте «Лаборатории избранной». Чуть ранее поговорили о «Вятских сказках», первой премьере театра «На Спаской». В наступившем 2023 году дата премьеры еще не определена. Следите за новостями от театра. Сейчас у нас будет небольшая рекламная пауза, после которой мы начнем розыгрыш наших призов. У нас билеты в театр «На Спаской» тоже будут присутствовать. И, кроме того, еще и другие подарки предусмотрены. Так что не переключайтесь. Номер прямого эфира 211-101. Скоро мы продолжим. Сейчас мы поставим наших слушателей в известность, что мы сегодня разыгрываем в культпоходе. Светлана, пожалуйста, огласите список. Мы сегодня разыгрываем пригласительные билеты в театр «На Спаской» на спектакль, который состоится уже завтра, 14 января, 18.00. Это спектакль «Унтиловск», ограничение 18+. Также разыгрываем пригласительные билеты в кинотеатр «Дружба» на любой фильм «Сианс» и пригласительные в галерею «Прогресса» на две фотовыставки. Это «Первозданная Россия», ограничение 6+, и выставка, посвященная 65-летию городского фотоклуба «Диана», ограничение 6+. Мы разыгрываем призы книги от магазина «Читай город». Это Вирджиния Моррис «Забота о родителях», «Энциклопедия ухода за пожилыми людьми», ограничение 16+, Евгений Водолазкин «Чагин» 16+, Фенни Флэк «Рождество и красный кардинал» 16+, и Тун Хуа «Поразительное на каждом шагу алые сердца», ограничение 18+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53, а также по адресу Волкова 6А. Ну что, давайте что-нибудь, это кемозадачам наших слушателей. 211-101, напоминаю номер нашего прямого эфира, видимо, Юля отвечает сегодня у нас за задание. Да. Да, пожалуйста. Вопрос будет первый, без вариантов подсказок. Надо назвать год, в котором состоялась первая театральная лаборатория, избранная в Театре Наспаска. Сколько, какая по счету лаборатория мы чуть ранее произносили, я думаю... Да, четвертая, можно подсказать? Ладно, хорошо. Там же еще ковидная год, да, я уверена, что были какие-то пропуски, да. Методом нехитрых арифметических вычислений можно найти правильный ответ. 211-101, ну мы напоминаем, что обычно мы не придираемся сильно и даем вам возможность еще раз ответить, еще один вариант ответа дать. Так что не переживайте, звоните. 211-101. Кстати, вот в анонсе, да, этой лаборатории прям четко мне понравилось, прописано, чем же она отличается от всех предыдущих. Во-первых, во-вторых, в-третьих. Ага. Да, наша постоянная слушательница Валентина нам подсказывает. Дозвонилась, алло, добрый день. Добрый день. Так, да, здравствуйте. Ну, с Новым годом, с новыми, старыми, всяческими праздниками январскими, поздравляю. Спасибо, Валентина. Так, ответ. Когда возникла лаборатория, так я поняла, да? Да, все верно. Год, 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 когда она впервые была реализована. Я думаю, что так, сейчас у нас 123. Это где-то в начале 200-х годов, где-то 2002-2003, по-моему. Глубоко копнули, да? Да, четвертая лаборатория, мы напоминаем, да, что... Причем она ежегодно проходит. Да, ну, был, видимо, пропуск, да, подсказываем еще, что был пропуск на ковидный год, вот. Валентина, мы вам подсказываем. А, пропуск был. Значит, после, получается, ковидного года? До. До ковидного года. До ковидного. До 2019-го. Да, все верно. Все верно. Отлично, вместе справились. Да, общими усилиями мы все-таки выяснили правильный вариант ответа. 2019-й год. Валентина, мы сразу вам предлагаем к нашему редактору, не кладите, пожалуйста, трубку, у нее список призов тоже имеется, и вы уже вместе с ней договоритесь, какой приз вы хотите получить. Ну и следующий вопрос. А хотя нет, впрочем, пока у нас редактор еще общается со слушателем, можем еще что-то проанансировать. Возможно, какие-то, нет, детали какие-то забыли, может быть, в лаборатории. Проговорили ведь, что могут люди-то прийти, посмотреть это все, да, давайте вот напомним. Восьмого и девятого показы будут, восьмого и девятого, два дня показов. Мы как-то не акцентировали на этом внимание, как мне показалось. Первым эскизом будет показано «Горе от ума», 8 февраля, это будет среда в 7 вечера. И два следующих эскиза состоятся в четверг, 9 числа. Билеты, их немного, на самом деле. То есть эскизы будут показаны в камерном пространстве большой сцены, не на 400 зрителей. Вот, соответственно, билетов немного, и их можно приобрести на сайте театра и в кассе. Ну сколько всего-то? Порядка 100 человек? Больше, меньше сможет попасть? Нет, 70. 70. То есть можно сказать, что избранные смогут только увидеть это все. Да, 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 в лаборатории избранные, да. Давайте следующий вопрос задавайте, потому что время, я смотрю, уже буквально. Да, следующий вопрос у нас такой. Он к «Виатским сказкам» относится, он причем такой четырехступенчатый. Значит, про Николая Владимировича Калиду, который был председателем жюри и, можно сказать, как благословил постановку «Виатских сказок», мы сегодня уже говорили. Так вот, назовите, пожалуйста, как сам себя называет Николай Владимирович Каляда, когда представляется, и как о нем говорят. Вот есть такая короткая формула, что Николай Владимирович Каляда — это... И вот надо продолжить. Варианты будем давать? Ой, сейчас не сочинить, наверное. Не сочинить. Да, ну мы, конечно, общались с Николаем Владимировичем в нашей студии, но что-то... Он мне не говорил? Не припомнишь, что-то сразу так на ум-то не приходит. Что-то оригинальное. Кушкин — это солнце русской поэзии. А Николай Владимирович Каляда — это... Может быть, начало. Это солнце. Но чего? А, все, теперь можно. Подсказали. Каляда, солнце — чего? Требус какой-то получается. Звоните 211-101. Времени остается совсем немного. Мы его, мне кажется, рассмешили вы сейчас. Две-три минуты, да. Мы с удовольствием вам вручим тот приз, который вы хотите получить. 211-101 и билеты, и книги еще есть. Николай Владимирович Каляда, автор, основатель, прародителя Каляда-театра, да, в Екатеринбурге. Собственно, как его привычно называть? У нас есть желающая дать ответ. Добрый день, алло, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, очень приятно. Наталья, у нас же постоянная слушательница, да? Да, может быть, драматургия? Да, солнце русской драматургии. Солнце русской драматургии. Все верно. Он сам про себя так говорит. И он сам это придумал? Он сам это придумал, и, конечно, он это всегда с улыбкой произносит, но многие журналисты, когда читаешь какое-нибудь интервью, так и пишут, солнце русской драматургии Николая Владимирович Каляда, это уже такое устоявшееся выражение. Никто не спорит с этим? Нет, нет. Никто не пытается опровергнуть, что там, может, другое солнце какое-то есть. Наталья, поздравляем вас к редактору, да, потому что мы с Валентиной общались и сразу ее редактору передавали. В принципе, мы, наверное, еще один вопрос можем успеть задать. Наталья, созрели? Можно простой, да, потому что... Да, у нас будет проходить лаборатория избранной. Так вот, какая тема этой лаборатории на этот раз? О, три варианта. Первая любовь, герой нашего времени или школьная классика. Тоже уже проговаривали, да. Герой нашего времени, школьная классика, либо... Первая любовь. Первая любовь. Так ведь школьная классика, и она включает два остальных, собственно, понятия, да. 211-101, вы можете успеть дозвониться, только быстро это надо сделать для того, чтобы попасть. Кстати, вятские сказки надолго ли они в репертуар по итогам попадут? Это всегда вопрос со множества неизвестных. Ну, я думаю, что точно на два года, до юбилея города, ну, точно спектакль. Очень хочется, что надолго, как всегда хочется, когда премьер выпускает. Конечно. Недавно мы играли Тартёв, который играем, сколько лет? 16. 16, вот. Давайте примем. Звонок у нас, минута остается. Алло, добрый день, как вас зовут? Алло, здравствуйте, Александр. Александр, тоже у нас постоянный слушатель. Давайте попробуем угадать. Давайте, что там? Герой нашего времени. А это произведение из откуда? Из откуда? Из Грибоедова? Из какой, да, темы? Более глобальной, так скажем. Нет, вы уже просили тему. Ну да, основная тема этой лаборатории, избранная «Первая любовь». Когда вы читали «Герой нашего времени»? Или «Школьный»? В «Школьный». Вот, собственно, да, вы уже, Александр, к правильному ответу подобрались, да. Школьные годы. Школьные годы, школьная программа, да. Мы говорили об этом чуть раньше. Поздравляем вас тоже, чуть помогли, но ничего. Не кладите, не кладите, пожалуйста, трубку, передаем вас нашему редактору. 20 секунд у нас буквально остается, но что, с наступившим Новым годом еще раз, да, с таким огромным объемом работы, который предстоит, да, в ближайшее время вам. Удачи вам, всего хорошего. Ну и еще раз приглашаем наших слушателей на премьеры театра «Наспаска». Спасибо, спасибо, спасибо. Наталья Красильникова, Юлия Ионушаида. Культпоход на этом завершается. До свидания. До свидания. Культпоход на этом завершается. Субтитры сделал DimaTorzok